Угу. Я хотел Тимуру кое-что показать. Слушайте, смотрите, книжка, я вот сейчас читаю ее. Ты прямо в прямом эфире будешь показывать Тимуру? Да, если не против. А что такого? Посмотрите, нет, смотрите, книжка, она чудовищно издана, правда, прямо скажу. Вы сейчас даже поймете по дизайну обложки. Это чудовищное издание. Наверное, самое плохое издание в мире. Но книжка обалденно интересная. Смотрите, называется она «Слово пацана». Слово «пацана» это... Это моя фотография. Послушай, это на самом деле... Посмотрите, какая она по толщине, так чтобы вы понимали. Твоюшко такое слово. Сколько слов? О чем это? Это автор Роберт Гараев. Он рассказывает про казанский феномен 80-х, 90-х годов, 70-х, 80-х, 90-х годов, казанский феномен. Про уличные вот эти вот бригады, про уличные банды, про... Слушайте, ну это потрясающе интересно, потому что это не просто какая-то книжка, где он... Он сам был участником одной из таких банд чудовищных казанских. И там приводят большущие, гигантские... Это вообще работа, конечно, колоссальная. Гигантское количество воспоминаний, там, соображений и так далее. Опыт, так сказать, людей, которые были в этих бандах. Ну и просто жители Казани. И правоохранителей. Ребят, это, конечно, чудовищно страшно все. Это адски, но это ужасно интересно. И Тимуру особенно будет интересно. Если хочешь, ну там, вряд ли ты в Лондоне закажешь, я тебе могу купить. Она, правда, потрясающе интересная книжка. Интересная. Довольно страшная. Вы, наверное, после этого признания со мной не будете общаться уже. Но, тем не менее, вот все, что в этой книге написано, было в моей жизни. Потому что, как раз-таки, в 80-е, 90-е годы я жил в Казани. Более того, я жил в таком поселке городского типа, как он называется, Дербышке. Так, смотрим, что это за банда. Дербышки? Да, да. Там Гиппо, Комс, Бассейн. Вот у нас три группировки были. А самая крупная? Вот там какая-нибудь Жилкинский, Грязи, вся пляпка, кинопленка. Ну, то есть, все это было, и читать про это, наверное, интересно. Но жить в этом было... Но не тебе. Жить в этом было, может быть, интересно, но не очень-то и приятно, скажу тебе. Нет, слушай, это с ужасом. Я себе с ужасом представляю. Это вообще невозможно было жить. Нет, совсем неприятно. Это просто ад какой-то. Реальный ад. Я вот смотрю на Озоне. Эта книжка есть на Озоне. Стоит до 700 рублей. Да, можно заказать. Она, я думаю, может есть и электронная даже. Это правда, очень интересное чтение. Нет, я говорю, оно такое, это не литература, это просто, ну, как бы... Это очень интересное чтение, историческое. Но, да, это просто... И смотришь, и... Да, ну и на самом деле это, конечно, полезно тем, кто планирует, я не знаю, связать свою жизнь с работой по обустройству страны. Да где угодно, по обустройству страны. Это важно понимать, как это вообще... Откуда берется, как формируется и во что выливается. Как работает. Правда, интересно. Я заказался. Как асфальт делили. На Озоне, так что скоро приедем. Как асфальт делили, точно, да. Спасибо, Толя.